Ученые Казанского университета рассказали, почему нельзя долго носить одноразовую маску. Смотрим. Согласно рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, одноразовые маски нужно менять каждые 2 или 4 часа. Если продолжать носить ее в течение нескольких дней, то маска превращается в мокрый компресс. С каждым выдохом мы выделяем воду и за час в покое мы можем выделять от 7 до 20 мл жидкости, благодаря перспирации и легких испарениях воды. И понятно, что не вся эта вода конденсируется, но какая-то часть безусловно конденсируется на волокнах маски. И это приводит к тому, что микроворсинки начинают прилипать к тканевым волокнам, тем самым увеличивая размеры пространства между волокнами. Помимо этого, если долго носить одну маску, то она становится источником распространения инфекции. По словам ученых, такое средство защиты представляет опасность как носителю, так и его окружению. Также ученые заявляют, что если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты защиты с клапаном или, например, с фильтром. Хирургические маски ничуть не хуже. И надо понимать, что одна маска, ношение маски, даже правильное ношение маски, не является гарантом. Необходимо выполнять все рекомендации, которые существуют. Прежде всего, социальное дистанцирование.